Книга Оруэлла. Во многом это является отражением современного общества. Это то, что нам необходимо понять. К сожалению, большинство людей страдают из-за благополучия. Когда я говорю «благополучие», это может прозвучать немного оскорбительным для тех из вас, кто живет в большом городе, и вы думаете, что страдаете. Невероятно страдаете, потому что доставка такси на 3 минуты опоздала, или метро опоздало на минуту, или интернет-соединение плохое, сайт загружается 20 секунд. Великое страдание. Невероятное количество страдания, через которые проходят люди, потому что дети проходят через ужасные страдания, потому что Wi-Fi медленно работает. Это признаки того, что включился режим самоуничтожения. Сейчас появился этот вирус, который танцует среди нас. Это также показания относительно того, как мы живем. Мы думаем, что у нас есть право эксплуатировать все остальные формы жизни. Не просто есть для того, чтобы получать питание. У вас, конечно, есть право наслаждаться тем, что вы едите. Но мы возвели еду до абсурдного уровня. Я не могу даже поверить, что среди молодых людей кулинарные шоу — это самое популярное шоу в мире. Они сами не готовят. И даже если и готовить, я уверен, никто этого есть не станет. Но кулинарные шоу очень популярны среди них, потому что фетиш наслаждения своим питанием переходит на совершенно нездоровый уровень. И во многом это может ослабить дух человека, потому что люди начнут есть гораздо больше, чем должны. Когда мы четко знаем, что более 35% населения мира не получают достаточно питания. Статистика показывает, что более 35% населения недоедают. И 35% населения срадают от ожирения. Это классический пример, показывающий, на каком уровне находится осознанность человека. Что с нами случилось? Впервые в истории человечества повсюду достаточно еды. Даже там, где ее быть не должно. Повсюду достаточно еды. Никаких хищников, никакой опасности. Во многом мы справляемся с естественными природными катастрофами. И на нас не влияет погода в наших жилищах, в Ашраме в США. Вокруг невероятно красивая природа. Нам нужно очень долго убеждать людей, чтобы они не использовали кондиционеры, чтобы они открывали окна, наслаждались природой и чувствовали холод, жар. Потому что очень многие люди, к сожалению, вырастают как лабораторные крысы. Там, где контролируется температура, в машине, в офисе, дома, везде контролируется температура. Этот недостаток соединения с природой, недостаток желания воспринять жизнь такое, как она есть, вместо того, чтобы создавать искусственные ситуации, в которых отсутствует любой аспект жизни. Как я уже сказал, здесь очень сильный ветер и очень холодно. Наша команда сидит здесь, трясется от холода. Они очень устали и замерзли. Мы были в пути уже восемь дней. Так что эта ситуация, когда человечество слишком хорошо защищено, может привести к сокращению населения в следующем веке или около того. Это не предсказание, это естественный ход жизни. Так что пришло время, чтобы мы посмотрели на свою жизнь немного более осознанно. Однажды. Впервые. Как я уже сказал ранее, можно отправиться в магазин и купить все, что требуется на следующий месяц или, может, на шесть месяцев, сохранить у себя в доме и не входить из него. Шесть месяцев. И просто жить там. Есть вода, электричество, есть все, что требуется. Еда, все. Не нужно даже выходить из дома. Не нужно видеть небо, рассвет, закат. Впервые в истории такое происходит. Так что однажды один молодой человек, у него появилась лицензия пилота. Новый пилот. У него определенные черты характера. Он летает, потому что самолет спроектирован так, чтобы летать. Не обязательно из-за собственных навыков. Так что это был новый пилот. И Шинкаран Пилай захотел полетать. Тот пилот согласился взять Шинкарана Пилая в воздух. Он залез в этот маленький самолет, полетел, потом они приземлились. Приземление, посадка — это самая сложная часть полета. Но самолет все же сел. Конечно, их там потрясло неплохо, но самолет успешно сел. Шинкаран Пилай на выходе сказал, «Большое спасибо за эти два полета». Пилот спросил, «Что за два полета?» А только один был. Нет, у меня было два полета. Первый и последний. Впервые в истории у человечества достаточно еды, и никогда ранее мы не были настолько организованы. «Пожалуйста, давайте сделаем так, чтобы это не стало нашим последним временем». Очень важно, чтобы работа многих поколений до нас, все, что они сделали для нас, чтобы все это не пропало зря. Все те усилия, которые они вложили в то, чтобы создать цивилизацию по всему времени, по всему миру, чтобы убедиться, что люди будут жить по-настоящему хорошо, но наше представление о хорошей жизни испортилось. Здесь, находясь в этой части, которая принадлежит, части страны, которая принадлежит индейцам, я вижу, насколько они ценили Мать-Землю, как они сформировали свою культуру вокруг этого, и как они жили со страстью по отношению ко всему вокруг и с бесстрастием по отношению к собственной смерти. Я думаю, что современные общества могут научиться многому у древних обществ, потому что у них была определенная сонастроенность с жизнью вокруг. Без этого все кажется проблемой. Это происходит сегодня. Всемирные организации предсказывают пандемию психических заболеваний, пандемию самоубийств. Вчера одна известная японская актриса, у которой все было хорошо, у нее ребенок, которому один год, не брак, успешная карьера, и она убила себя. Такое слышно в новостях постоянно. Слышно только, когда новостя говорят об этом, только, когда происходит кто-то известный убивает себя. но слишком много людей не знают, зачем ему просыпаться с утра, слишком много людей не знают, зачем им смотреть на первый луч солнца до того, как он упадет на землю или на травинку. Слишком многие люди забыли о том, зачем вам нужно смотреть на лунный свет. Люди просто забыли об этом. Очень, очень важно. вы должны сделать такое усилие. Посмотреть на лучи восходящего солнца до того, как эти лучи поймает трава, лунные лучи до того, как их поймает цветы. Тогда вы увидите, что в вашей жизни будет дух и будет свой аромат. Это ничем не заменить. Нет определенного слова. Можно ли описать словом, что такое жизнь? Такого слова нет, потому что это самый замечательный, великолепный феномен, который происходит во всем мироздании. Вот в чем смысл. Весь духовный процесс значит лишь следующее, что вы жизнь, полностью раскрывшаяся жизнь. жизнь? Редактор субтитров